Давайте, всё. Всё, да, я готова. Ты готова, я готов. Ты готов, Лев? Да! Шалом! Вы слушаете подкаст «Чё там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в Реском мире. С вами Макс, Лев, Маша. Да. Привет. Мы записываем в пятницу, утром, мы ещё бодры, полны энергии. Вот, ребята, выходные, я ещё буду работать, но всё равно. Это лучше, чем вечером, наверное, не знаю. Давайте перейдём к пинутке рефлексии, потому что я не знаю, что говорить. Маша, расскажи, что-нибудь интересное. Захватывающе. Спасибо большое. Так, я доживаю свои последние деньки в одиночестве, потому что я переезжаю в другую квартиру, где будет соседка и тёща. Твоя? Нет, пока что. Я планирую её захватить. Нет. Он на кисть, а тёща? Это тёща, это получается, ну, мать, жены, хозяина квартиры. Вот, и она сейчас должна улететь в Голландию, и из-за короны это всё становится невозможным, и она ждёт, так сказать, своего отбытия в Голландию. Что точно произойдёт до февраля. Это лимит, который нам отлучили. Ты ещё стала жить до февраля? Ну, и с хозяином говоришь, если до февраля не открывают, то ты меня убьёшь, хорошо? Ну, примерно так, мне кажется, это было. Вот, так что я соседей не переезжаю, и ещё, кроме того, что я переезжаю поближе к своему офису, я не буду в него ходить. Отличное решение, Маша. Как это стратегия дальновидная. Да, я очень дальновидная, поэтому всё спланировала неудобно. Да, потому что я ухожу в халат с работы на какое-то время. Произвольте, что такое халат? Это из-за короны, если вас увольняют, или планируют уволить, или отправляют в отпуск за ненадобностью, то вам битуахлиуми оплачивает вот это пребывание в зоне отчуждения. Ну, короче, по-другому я не могу это назвать. Да, это платная зона отчуждения, недалеко от офиса. С тёщей. С тёщей, да, вот так вот это работает. Да, ещё, да, последние деньки, они какие-то очень стрессовые, потому что я постоянно переживаю из-за всего. И я понимаю, что я тоже вот, ну, невротики, мы часто об этом говорим, они переживают. То есть, например, если тебе там через день идти к врачу, то они начинают за неделю до этого переживать просто, не важно, какой врач вообще, ну, психиатр, да, ладно. Или там что угодно, там переезд, и ты начинаешь за месяц переживать о переезде, как это всё будет, хотя просто вроде бы переезжают перевозчики, говорят твои вещи, перевозят их, и ты такой, эй, всё, готово. Нет, надо переживать, я всё переживаю, много стресса, и я, значит, воюю с тараканами, и не могу с ними справиться, мне их жалко, я их выбрасываю в окно, или не могу в 20 минут открыть лекарство, представьте, я всё это сбрасываю на стресс, понимаете, вот такое лекарство, я никогда такого огромного не видела, израильтяне, они вообще, вы видели эти лекарства? Это вот такой бутыль, полный порошка. Я ещё не понимаю, что это за касторка тебе ворописована, какой-то вообще непонятный грим. Белый порошок. А, белый порошок, который не доехал, да, вот тот самый, который в кофе должен быть. Белый порошок, вот в таком бутыле, который невозможно открыть, и тебе всё больше его хочется, а ты не можешь открыть его, там надо, там телось я два раза повернул, нажал, потянул, ещё раз повернул, вообще невозможно. Как будто сейф взломаешь, да? Да, просто наркоманы, чтобы они не могли освоить такую комбинацию, и, короче, вот они сделали такую штуку, да. Да, нет, и всё, и, в общем, как-то мне стрёмно, потому что жизнь меняется в очень каких-то таких странных направлениях. Люди с работы пишут, когда я приду. А я не приду. А я не приду. Когда, значит, начала ли я учиться, а я не начала. И всякое такое. Маш, на удачу тебе, я думаю, всё будет хорошо, ты клёвая. Спасибо. Да. Это не помогает жизни, вы не слышали об этом? Быть клёвым? Нет, я думаю, что это и помогает, если честно. Это помогает выжить. Можно быть не клёвым и быть, ну, счастливым. Вот, посмотри на Льва. Скортина. Короче. Нет, я имел в виду, что на самом деле, как, моё опыт жизни показывает, что то, какая ты личность, влияет гораздо больше, там, чем то, сколько ты знаешь, там. Или умеешь ли ты открывать банки, лекарства. Банки, да, то есть, ну, типа вот. Ну, если я не выпью лекарства, я могу перестать быть клёвой. Давайте я вам так объясню. Хорошо. Падаю, что это лекарства для желудка, это не психотропное вещество. Я так скажу, если бы меня выболил желудок, я бы не был клёвым. И дристал там, как бы, то есть, очень сложно быть клёвым, когда дришь, точке, мне кажется. Блин, это банка размером с мой желудок, я вам говорю. Странно, что-то. Может, я на подкасте разыграть, просто повезти. Вот твой желудок. Вот такая. Если вы сможете открыть банка ваша, это как мечик Скалибурда. Если вы сможете открыть, забирать. Желудочный порошок Скалибурда. Ой, ладно, Лев, что тебе было интересного? Ну, я на этой неделе, мы запустили новый проект. И я попробовал себя в роли ведущего стрима на Ютубе и Фейсбуке. Мне понравилось. Мы делали стрим по теме Харидим. То есть, насколько наши ультраортороксальные евреи виноваты в том, что в Израиле так разыгрался коронавирус. Было очень интересно. У нас выступал представитель Харидим, который рассказал достаточно интересные вещи, которые прям многим открыли глаза, скажем так. Ну так, в двух предложениях. Ну смотри, самое интересное, что он мне рассказывал. Помните, мы говорили в прошлом выпуске про то, что Равин Каневский, который считается самым авторитетным Равином, ну, среди части Харидим, который сам сейчас болел коронавирусом, и вот он выздоровел на этой неделе. Респект ему, 92 года. Он повелел открыть ешивы и хедеры. Повелеваю. Он сказал, что велел открывать дать его, при том, что по закону государства это нельзя было делать. Это, естественно, вызвало шедшторм в СМИ, типа, что вот, мол, Харидим, охренели, открыли свои ешивы. Ну и, как бы, вот этот, соответственно, Харидим, который Гавриэль Фельдман, главный редактор журнала Мир Торы, он сказал, что, ну, смотрите, вот я из литовских. То есть для нас Рав Каневский – это, типа, лидер поколения. То есть это самый авторитетный Равин. Но наши ешивы и наши хедеры не открылись, потому что коронавирус. То есть, вот, как бы, это интересный факт для тех, кто, многие не знают. То есть многие думают, что вот Равин сказал, они сделали. На самом деле нет. То есть некоторые открылись, конечно, но не все, не большинство и так далее. То есть, ну, и, грубо говоря, понятно, что, ну, то есть, идея наших стримов, которые мы делаем, это в том, что мы берем какой-то простой вопрос, ну, который тупой, часто выглядит еще тупым. То есть вопрос был, правда ли, что Харидим виноват в пандемии? Ну, то есть очевидно, что Харидим не могут виноват в пандемии там всего мира. Ну, как бы, евреи виноваты. Ну, да. Харидим часть евреев, то есть, естественно. Вот, как бы, вопрос, да, сложнее. И поэтому мы стараемся его раскрывать в глубину. Ну, и получилось интересно. И еще у нас была представитель СМИ, Яна Брискман, в которой мы с ней поговорили о том, почему Харидим такая, такой имидж СМИ, что каждое сообщение про них, оно раздувается. Ну, и она признала, что есть такой имидж? Ну, она сказала, что просто в новостях вы не даете подробностей. То есть вы не можете написать, что Раф Каневский сказал открыть Ешивы, но не все Ешивы открылись. Часть не открылись, открылись только Ешивы, вот этих Харидим, вот этого двора. А вот этого двора не открылись. А просим написать, что не все Ешивы подчиняются этому ребятам. Ну, типа, это не говорит, что они-то рассказывают более таких объемных передачах, которые они смотрят. Типа, все слушают заголовки, и все. Вот такая идея. Давайте напишем фейк-ньюс, а опровержение внизу. Ну, оно не фейк-ньюс. Он же сказал открыть Ешивы. Сказал. То есть это не всем фейк-ньюс, но, короче, есть предубеждения некоторые, как я понял. Оно не связано с тем, что СМИ хотят выставить Харидим в плохом свете. Оно связано с тем, что СМИ гонятся за заголовками громкими. Ну, чтобы больше было кликов, просмотров, прочтений. Ну, и вот в этом плане моя соведущая, Ани Штингерт, это она гид и работает в Сахнуте. Она рассказала забавную историю, что когда в прошлый, в прошлый период коронавируса, в прошлый период коронавируса, было две новости. Одна новость о том, что люди вывылили на пляже, хотя еще нельзя было делать, то есть еще не трыли пляжи, немножко послабили, 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 господи, эти самые ограничения, а люди уже вывывали на пляже. И там новость была, что ли, в духе, люди изголодались, они не могут терпеть, они там еле-еле уже там держат себя в руках, вышли на пляже. Вот. А следующая новость была о том, что Харидим закатили свадьбу. И там эти Харидим в нарушение всех распоряжений Минздрава закатили свадьбу. То есть это все было в одно и то же время, но тональное совершенно разное. Хотя людям там реально не терпится, потому что они до свадьбы-то ничего не могут делать. Поэтому там реально как бы людям сложнее держать себя в руках, чем люди, которые не... Я не могу не сходить на пляж, ой-ой-ой, какая потеря. Ну, справедливо, да. Вот. И я хотел разделать раз так анонс. У нас это будет стримы каждый вторник в 8.30 по Израилю. И следующий стрим будет... Не буду вести я, там будут другие ведущие. Это будет стрим, в котором в гостях будет Даниэль Сыркин, режиссер сериала «Тегеран». Который ты не посмотрел. Который я не посмотрел, который Маша с Максом посмотрели, обсудили в прошлый раз, было очень интересно. Поэтому Лефа не ведет эту встречу. Сериал «Иран», да, напомните, что там. Да, поэтому я не веду уже встречу мира так. Вот, так что присоединяйтесь, будет интересно. А через, через, получается, по три недели уже я снова буду вести про демонстрации. Вот. Так, а мы вчера сделали мероприятие в Майш-хаусе впервые, наверное, месяца за два. С детьми живыми людьми. Они пришли, 20 человек, как было, как нам сказали, 20 человек, 20 человек сделали. Мы смотрели израильские короткометражки и несколько психоделических мультиков израильских. В общем, было странно. Ну, некоторые мультики прям реально очень странные. Посмотрели несколько короткометражных фильмов, оказывается, в Израиле есть фильм, который был номинирован на Оскар, Айя в 2015 году. Он не выиграл, но все равно получил номинацию, что это достаточно большой прорыв такой. Ну да, прикольно. Не знаю. Как называется? Айя. Айя. Про женщину, которая в аэропорту подобрала чужого мужчину. Нет, кажется. Интересно. Ну, понятно, что на Оскар он пошел. Можете посмотреть, да. Есть проблема, мы встали, проблема, когда мы искали какие-то фильмы, мультфильмы. На русском языке почти ничего нет, то есть с субтитрами. И вообще, то есть очень мало, все это такое более артхаусное, и нигде не найти, даже ни за деньги, ни бесплатно, ничего не найти. То есть все какое-то подпольное. Для того, чтобы получить, посмотреть фильм, тебе нужно знать 8 друзей, чтобы они дали тебе секретную ссылку с паролем и явками, и ты получил отрывок фильма, и потом в другом сайте другой отрывок, и потом их совместил, и у тебя получится полная картина 5 минутами длительностью. Какая-то такое, очень сложно, то есть реально странно, почему не могут сделать какой-то сервис, не знаю. То есть я знаю, что мультфильмы, например, на Вимео выкладывают создатели, можно спокойно смотреть их. Почему создатели фильмов не могут сделать какой-то общий сервис, пусть он будет платный, но хотя бы, чтобы можно было что-то сделать. Ижи Анинейшн называется, израильский портал с анимацией. Ну это с анимацией, а именно фильмов вообще ничего нет. Ну есть вот, про который в паблике израильское кино, которое Лёша ведёт, там есть вот эта платформа с израильскими фильмами, которая, по-моему, она так и называется, Израиль. Там есть одна платформа, но там нет ни субтитров, ничего, то есть там всё на иврите, а я знаю, что есть эти фильмы, которые показывали и с русскими субтитрами, и с английскими, с чем-то, и их не достать. А, ну может с субтитрами нет. Вот, то есть, ну, не очень удобно, то есть в этом плане какой-нибудь условный Netflix, где ты открываешь, у тебя куча субтитров, разных озвучек, очень удобно. Ну, не так сложно сделать такую цифровую платформу, где ты просто, у тебя уже всё есть готово, это не нужно специально переводить или что-то делать, просто вставь то, что уже готово. Ну да, с точки зрения продвижения израильского кино, конечно, да, если не поддержит культуру, я вам о чём говорю, год уже. Да, про это говоришь, правда. Маш, возьмись, возьмись. Нужны какие-то ресурсы. Да. Всем плевать. Ну а юкази, делаешь сайт, загружаешь это фильмы, всё, конец ресурсов. Идеально. Давайте перейдём к новостям. Давайте. Быстренько, коротко расскажу про карантин. У нас немножко с первого числа, с первого ноября, его немного ослабляют, откроют всякие парикмахерские салоны красоты, где работают один на один. То есть приходит клиент, у тебя приходит какой-то мастер, работают вдвоём, то есть там нет какой-то толпы людей, всё ещё не открывают магазины, и из-за этого у многих владельцев магазинов горят жопы, они выходят на протесты, им не нравится это, но Минздрав и прелеста решила, что пока рано открывать полностью всё это, будут водить постепенно. Они сказали, что если заражённых будет меньше, чем 500 в день, то они начнут как бы открывать дальше всё, пока вот у нас там цифра около, там между 500 и 700. 800-800, да. Да, вот до 1000, то есть это уже неплохо, сравнительно от того, что у нас было там 10 тысяч в сутки, это уже значительный прорыв, вот, но посмотрим, то есть если будет дальше падать количество заражённых, то начнут всё открывать, наверное, всё-таки более-менее здравый какой-то план, посмотрим, что будет дальше. но здоровее, чем весной, наверное, всё-таки, открыли всё за неделю, и здравствуйте. Да, вот, так что будем надеяться, что люди уже поняли, к чему всё идёт, и будут более сознательны, и все будут более сознательны. Да, Маша? Я сознательно. Я не сомневался, просто хотел, что тут подтвердило. А правда, что люди заболевают второй раз? Да. Это редко, но бывает? Да, редко оно бывает. Так что, да, если вы переболели коронавирусом, это не значит, что вы теперь неуязвимы. Особенно от ножа. Вас всё ещё можно убить. От Дункан Маклаус. Я ещё даже первая не переболела, люди уже по второму идут. Я тоже пока не переболела, к счастью. Но я не знаю, ты просто задавала тесты? Нет. Нет, может быть симптомов приболеть. Да, ты не знаешь. Это Лев, ты единственный, кто сдавал. Да, единственный, кто знает, что я не болел весной. Весной тоже. Не факт. Ладно, давайте перейдём к новостям, более серьёзным, чем коронавирус. Что может быть более серьёзным, чем коронавирус? Это борьба людей за свои права. фракция, партия Ешатит выставила на голосование в Кнесте закон о том, чтобы из свидетельства рождения убрать графу мама и папа и сделать графу родитель 1, родитель 2. Нашибёршая вещь, которая волнует многих там в России. В России, да, критически. На самом деле, эта штука уже введена в некоторых либеральных муниципалитетах, типа Гиватайма, где, реально так пишут. И они хотели распространить на всю страну. По идее, это повестка, которая очень подходит партии Кахоли Лаван, которая такая левоцентристская, она как раз за такие вещи. Но, а Ликут против, потому что Ликут, он больше консервативный, то есть там консерватор, у которого смысл, мы мама и папа, давайте без этого всякого. И, короче, они договорились с Кахоли Лаван, что Кахоли Лаван на момент, когда будет подаваться этот законопроект, уйдут из зала. Типа, не будут голосовать ни против, ни за, их там не будет. А Ликут проголосует против, потому что им не зашкварно. В обмен на это Ликут пообещал не выходить, точнее, выйти из зала на голосование за... Смотрич, проводить голосование, чтобы проверять там судей на предмет их там, как это, личных конфликта интересов. там просто проблемы были с расследованием какими-то, и это может вызвать какой-то, ну, типа дискриминут судей. это очередная атака на судей, то есть типа, что судей неправильно судят, которые традиционно поддерживают правые партии, потому что они считают, что суд к ним несправедлив, потому что суд у нас более, скажем так, левый в плане, чем консервативный. И Ликут, по идее, это за этот проект, но они договорились как у Лилавана, что они выйдут из зала. Ну, там мы судьи сами зашкварились, поэтому как у Лилавана их тут спасает в таком случае. Я не спорю в смысле. Я не говорю, что... У меня нет мнения на тему, кто прав здесь в этом ситуации. Я просто говорю, что расследовать судей выгодно правым, скажем так, защищать судей выгодно левым, хорошо. То есть проводить закон про родителей, один родитель, два выгодно левым, невыгодно правым. То есть, ну, в таком духе. И, короче, это забавно, потому что, типа, как работает Кнессет сейчас? У нас есть, ну, в принципе, израильский. Есть коалиция одного депутата. По сути, только они могут проводить законы. Ну, то есть, потому что остальных нет у большинства. Остальные могут с ними договориться, но обычно оппозиции не дают провести ничего. То есть, ну, реально, потому что, скажем, если вы оппозиция, вы провели закон, то вы потом своим избирателям говорите, смотрите, мы такие крутые, что даже время того, как мы были в оппозиции, мы провели закон. Вот, смотрите, закон. Родители 1, родители 2, теперь благодаря нам. В таком ключе. Поэтому им не дают. Но что делают оппозиции? Они делают какой-нибудь законопроект, который, по идее, зашкварно не поддержать. То есть, вот, например, родители 1, родители 2. То есть, это зашкварно не поддержать. И такие, давайте голосуем. И Кахоли Иванов такие, блин, а у нас коалиция, нам нужно проголосовать против. И потом их этим против тыкают все следующие выборные циклы. Что вот, мы предлагали, а вы проголосовали против. Ты пес. Ну, в таком ключе. Так часто индии всегда говорили. Да. Я помню, Либерман на прошлых выборах оправдывался просто каждое интервью, что он не поддержал там светских, не поддержал русских. Он такой, у нас же я был в коалиции, я не мог ничего сделать. Они говорят, ты пес. Да. Именно так это и работает. Потому что, ну, у коалиции есть коалиционная дисциплина. Они заранее договорились, какие законы они примут, какие не примут. То есть, грубо говоря, Либерман, когда входил в коалицию, он входил в коалицию с ортодоксами. Да. И очевидно, что он не мог, он скорее всего провел часть своих интересов. То есть, ну, иначе зачем он входил в коалицию? То есть, что-то он получил, но он не мог получить все. То есть, оттуда у него конкуренты такие, а давайте вываливаем закон о том, что, короче, религию нельзя. Вот. И, значит, Либерман такой, блин, ну, приходится голосовать против этого закона. И потом мы такие, вы же проголосовали, вы же, почему вы проголосовали, что религию нельзя, вы же вроде бы из этих, в таком ключе. Ну, и вот они сейчас договорились так, чтобы терять меньшее количество лица, скажем так, на этих голосованиях, и они просто покидают КНС. Выглядит это все, конечно, забавно, но, ну, так, так работают наши коалиции теперь. Да, так, в принципе, работает политика в Израиле. да. Давайте расскажем еще про другое, нашумевшее, так сказать, в Израиле взорвалось, и молодая певица Адибити выпустила клип, просто клип, и он, начали его очень бурно обсуждать в интернете, что он якобы развратный, и все такое. И там даже высказались, начали высказываться депутаты КНС это, в частности, депутатка Кахоль Лаван, которая заявила, что вот такими клипами она просто сама пропагандирует идею изнасилования и всего остального. Вот. И это очень странно, потому что, как ты сказал, Кахоль Лаван, это наши левоцентристы, и если левоцентристы такое говорят, то уже становится... Ну да, потому что у них есть и левые, и центристы. Понимаешь? И есть неадекваты, какая-то проблема тоже. Да. В общем, мы посмотрели клип этот, и он ужасен, и не потому что... И он не входит в подборку музыки от Максима, очевидно. Да, никак. Просто ноль шансов, потому что это просто отвратительно на всех этапах. То есть, песня ужасная, это просто какой-то популярный мизрахи-рэп, я не знаю, вот в таком духе, я не знаю, как это назвать. То есть, это, с одной стороны, какой-то закос под популярный рэп, какое-то, что-то такое, и при этом еще мизрахи там внутри. То есть, это, ну, как будто... Ладно, не буду выражаться. В общем, это плохо. В общем, это плохо и безвкусно, вот, давайте так. А клип, ничего там такого страшного нет, там полуголые женщины, причем не то, чтобы они совсем, и едят суши с азиатки. Вот это очень плохо. Да. Да. И в конце полуголые мужики на каблуках. Все. И с одним из них я танцевала в школе танцевальной, если это важно. Это важно. Новости. Он всегда был в первом ряду, он реально круто танцует. Вот. Это единственное, чем я могу поддержать эту историю. Из рубрики «Желтая пресса». Как тебе клип? Мне не понравился клип и песня, и... ничего мне не понравилось. И это не то, что у меня настроение такое, правда. Там не очень. Ну, просто это безвкусно, как бы. У меня же тонкие эстетические предпочтения. Я так скажу, я люблю голые тела, но даже мне не понравилось. То есть, елки-палки у... А, голые тела, на которых еда... Меньше степени люблю, чем просто голые тела. То есть, у группы «Чиж» была песня в том месте, где мы занимались любовью, а не войной, который крутили по... клип, на который крутили по MTV, значит, в конце 90-х, на 2000-х, и она была гораздо откровеннее, чем вот это вот, то, что вышло сейчас. да, я слышала, что Адди Бити пыталась вдохновиться клипами группы «Чиж», но в итоге переключилась случайно на подборочку песеных с 2000-х, где как раз она увидела клип «Ритни Спирс» «Oops, их на каблуках». Правильно, всё верно. Что там осталось? То есть, такое впечатление, что там набрали из разных... суши-ресторанов взяли, да, каких-то? Вот это я не знаю, чем они вдохновились, конечно, но явно там есть штуки понатыренные из... Да, там всё полон понатыренное. Да, отовсюду и слепленное во что-то уникальное. Да, странно, что этот клип вызвал резонанс, потому что он якобы какой-то там откровенный, ничего такого нет, он просто это плохой клип. У него, но тем не менее, он за счёт какой-то вот этой вот чёрного пиара такого мусоли, не он выстрелил, у него больше миллиона просмотров и там забавно, что там лайков столько, сколько дизлайков, там по 36 тысяч. Я тоже напил. Не, ну просто безвкусный, меня удивляет, что это заметили впервые в жизни, что на уровне политиков, да, что безвкусные музыкальные клипы продолжают делаться в этой стране. Они не сказали, что он безвкусный, не сказали, что он развращает. Там не было сказано, что это плохой клип и плохая музыка. Там сказано, что просто... Ну, он возвращает вкус, Максим. Ты сначала слушай плохую музыку, а потом ты одеваешь на себя плохую одежду и тебя насилуют. Ну, ведьма такая, ну, в конце концерта. Не, ну там есть какие-то неприятные, ну, то есть вот то, что мне кольнуло, как бы, моё сердечко, это вот как раз еда с азиатской внешности, значит, девушки, да, причём, что даже если бы она была не азиатской, то, что она ещё азиатская это делает в разы хуже ситуацию. Ну, просто она азиатка, на которой суши лежат. Окей. Если бы она была украинка, она не была бурщ. Да, вот она украинка бросила бурьём. Или там вареники с неё. Да, но я об этом и говорю. И в принципе сам факт того, что женщина это фуршет такой, да, то есть это не очень классная история. Но я боюсь, что политики говорили не об этом даже. Но с неё ели другие женщины. Возможно, это пропаганда ЛГБТ. Но мне удивляет, что там же в середине клипа их забрасывают какашками такими коричневыми уже. Там землёй. Почему? Да, их уже хоронят. Она хоронит свой талант, которого не было. И на это никто не обратил внимания. То есть в принципе у режиссёра была задумка показать всё-таки, что он не очень согласен с тем, что происходит. Причём визуально это передать. Это считывается, там есть момент. Ладно, мы оставим ссылку на клип и напишем. Нет, не будем. Вы можете просто зайти на YouTube. Это в первых трендах. Давайте не будем дальше. Нет, у нас уже не только люди из Израиля. Макс обиделся. Ладно, извините. Так а про армию вы чего там же. Ладно, нужно ещё сказать, что там небольшой скандал. Она сейчас проходит, это Адибити, она служит в армии. То есть у нас все служат в армии и даже поп-звёзды. Она сейчас служит в армии и её накажут. Она получила, как это сказать, шесть суток... Пока не получила. Ну, да. То есть она нарушила то, что, по-моему, нельзя давать тем, кто служит в армии какие-то интервью и плюс высказываться публичность. Она сделала какое-то публичное высказывание и это нарушение устава армии. Поэтому её так лайтово наказали немного. Да, ладно, мы дадим ссылку, можете посмотреть. Вот, очень странно. Да, пишите ваши комментарии на этот клип. Интересно. Как вам понравилось? Не понравилось, что вообще, да. Как музычка, может быть, вы хотите больше такой музыки услышать? Вот тогда мы закроем рубрику сразу на следующий день. Давайте ещё к другому скандалу, который произошёл уже на русской улице. Значит, есть такой журналист Равив Друкер. Да. Он очень известный журналист, который работает в газете и Дот Ахронот. Да. Это такая левоцентристская газета, которая часто песочит и Биби, и власть, и всё остальное. И вот он... Было такое большое расследование в видео даже был. В видеорепортаж, где который рассказывает про то, как работает Алия, в частности, из СНГ. То есть он узнался методом расследований тайных, что, оказывается, с евреями могут приезжать ещё неевреи. Например, их родственники, жёны, мужья, дети, которые же не являются евреями. Там третье поколение, допустим, приезжает третье поколение, и её там муж или его жена, которая нееврея, они приезжают, получают гражданство, и шок-контент, они после этого могут уехать из Израиля. То есть они получают... Да, они получают дракон, который ты можешь получить там сразу, буквально в течение месяца, как только приехал. Вот. И сразу ты можешь с помощью этого паспорта уехать, не знаю, там, в Евросоюз или попробовать получить визу в Америку, там, в Канаду, куда-нибудь уехать с этим паспортом. То есть, когда у тебя есть израильский паспорт, гораздо проще всё это становится, чем с паспортом, там, не знаю, России или Украины. Да, плюс, ну, плюс ещё он там раскритиковал систему бизнеса с обоих сторон из России и в Израиле, которую, типа, ну, посредничество разное. То есть, условно говоря, бывает такое, что если вы состоятельный человек, да, вы можете приехать в Израиль, получить там документы, потом нанять специального посредника, который вместе с вами везде сходит во всей, ну, инстанции, которая говорит на иврите, поговорить со всеми, там, вы получите, как раз, этот самый дракон, ну, загранник, да. То есть, вам не потребуется сильно вникать во все эти истории, там, ну, в банк с вами сходит, то есть, ну, такая вот услуга. И она стоит там денег, часто завышенных, учитывая, что, в принципе, это всё можно сделать саму без проблем, ну, неважно. То же самое в России, там есть сервисы, которые помогают вам получить это гражданство в плане незаконно, найти ваши корни, подготовят вас к консульской проверке, то есть, всё такое такое. Ну, его возмущало, что на законе возвращения получается зарабатывают деньги, там, с обоих сторон посредники, типа, то есть, ну, ни на чём, скажем так. Вот, это по фактам. Ну, на самом деле, странная предъява, потому что сделать удобный сервис, чтобы не нужно было пользоваться. То есть, сейчас, для того, чтобы пройти все эти инстанции, тебе нужно, как минимум, знать иврит, потому что тебе нужно заполнять все эти бумажки на иврите, знать, как занимать очереди у всех миссарда по ним, куда идти, как разговаривать, какие документы нужны. Это не всё так просто, и если ты не очень сильно шаришь, либо ты не состоишь во всех этих фейсбук-группах, не спрашиваешь у людей, и они тебе нормально не объясняют, то самому разобраться очень сложно. Поэтому, да, существует огромное количество всяких контор, легальных, полулегальных, которые могут, там, помогают получить вид на жительство, справку беженства. То есть, вот, моя соседка Маша, она там в какой-то момент устроилась на работу в такую контору, она сбежала туда через неделю, потому что поняла, что там очень странные дела творятся. То есть, да, есть такие конторы, в подвалах сидят русские, ну, вот, русскоязычные, которые, вот, те, кто сюда приехал, в Израиль, пытаются выбить им, там, не знаю, вид на жительство, помогают, там, получить справку, как раз вот о беженстве и всего остального. Но это не совсем то, это не гражданам. То есть, ну, в плане, если вы, например, то есть, есть такая история, что вы приезжаете, то есть, в Израиль легально приехать на 3 месяца из Украины, из России без проблем, без визы, без всего. Вы можете приехать, вы не можете, по идее, не можете устроиться на работу, но вы можете найти того, кто вас устроит на работу, ну, то есть, незаконно, потом попросить справку о беженстве, там еще годик. Да, но там еще нет, есть и другие случаи, когда, например, после свадьбы, это очень частое явление, что израильтяне ездят, там, в страны СНГ, женятся, там, ищут себе какую-то жену, они привозят, репатрируют сюда, то есть, жене дают вид на жительство. Да. И в какой-то момент они решают развестись, и жене очень сложно остаться в Израиле, потому что, единственное ее основание было, что она замужем за евреем, за израильтянином. Вот. И поэтому вот такие там конторы помогают ей получить, там, еще вид на жительство, музейки, какие-то условия, что-то там где-то там поднапридумать, где-то поднаврать, чтобы остаться, чтобы человек мог остаться еще в Израиле, не депортировали. Вот. То есть, там много всяких аспектов, но этот бизнес живет, и он живет не просто так, это потому что есть спрос на это. Ну, да, конечно, да. Ну, собственно говоря, естественно, куча всех, кто можно на русской улице возмутились этим всем, начинает Зеева Элькина, это один из министров, сейчас один из ближних к Нитонягу людей. Тот самый, который скрывает свои доходы. Который скрывает свои доходы, хорошо. Отдельная история. До Марка Новикова, который дежурный по Израилю, написали гневные посты, что русские тут приезжают, поднимают Израиль, а вы на них, типа, короче, мандите. То есть вот так. Ну, я понимаю обе стороны, на самом деле. То есть, и это вопрос дискуссии, я честно скажу, я признаю, что я-то приехал в Израиль не потому что я так говорю, что я люблю Израиль, это я бы потом полюбил. То есть, мне нужно уехать из России, мне было плевать куда, я уехал в Израиль. Так и в отношениях. Потом мне понравилось. Я могу понять людей, которые, могу понять людей, которым не нравится, что люди с такой мотивацией как моя приезжают в Израиль. Потому что, ну, это типа, я понимаю, что им это может не нравиться. ну, типа, это люди, которые говорят, вы нас не любите, вы любите наши деньги, вы любите нашу систему, вы любите нашу экономику. Я, я, короче, присутствовал на лекции, человек, который работает в Мисрат Клите, то есть, в Министерстве Апсорции. И он рассказывал, что вот эти все пособия, которые получают новые репатрианты, они делаются не просто так. И они, ну, у них есть исследования, не считают все эти деньги. И оказывается, что на каждый шекель, который они вкладывают в новые репатрианты, обратно они получают шесть. За счет налогов, за счет расходов. Потому что человек здесь живет, ему приходится работать, он платит налоги, он покупает еду, он финансирует тут бизнес, все, экономику. И то есть, это все выгодно, нет проблемы. Израильтяне, наоборот, вы все можете слышать заявление, что они постоянно призывают французов делать репатриацию, русских людей там из Украины, они сейчас очень часто возят там подпольно, людей вывозят там из Донецка, из Луганска, они нанимают специальных водителей, они вкладывают в это деньги, чтобы наоборот людей привозить в Израиль, потому что для них это тоже выгодно, не только с точки зрения какого-то того, что евреи должны быть в Израиль, а еще с точки зрения экономики, потому что приезжают квалифицированные люди, у которых чаще всего есть высшее образование, которые что-то умеют, они привозят с собой какие-то деньги, иногда даже без денег, но здесь они их тратят, зарабатывают и тем самым как бы стимулируют экономику. То есть наезд вообще не по делу. Нет, я так скажу, это разные вещи абсолютно, то, что тебе выгодно экономически, не факт, что это будет выгодно тебе морально, то есть, Максим, если ты пойдешь гей-преститутка работать, ты скорее всего выиграешь финансово, но ты же не пойдешь это делать, потому что тебе не нравится, ты не хочешь ему заниматься, правильно понимаю? Я потерял немножечко, я пока смыслил еще первую, как будто предложение работы только что прозвучало, и я задумался. Короче, я хочу сказать, допускаю мысль, что части израильтян не нравится даже то, что мы получаем таких людей за деньги. То есть они нам платят деньги за это, но они приехали там не потому, что они хотят жить в Израиле, в таком ключе, это им не нравится. Я к тому, что допускаю такую мысль, я не то, что с ней согласен. Ну да, некоторые считают, что вот понаехали, вот это ключевая тема, понаехали. Ну пошли вы к черту. Да, эта дискуссия ведется постоянно, то есть, ну грубо говоря, постоянно ведется дискуссия, что она ведется и справа, и вот слева, как мы видим, друкеры, что нужны ли нам вот эти вот в Израиле, эти непонятные уже не совсем даже евреи, которые могут тут, конечно, работать, но не имеют никакой связи с Израилем. То есть, и экономически, да, нужны, потому что в Израиле, ну, не считая, конечно, эры коронавируса, но стабильно низкая безработица, то есть, есть много вакансий, на которых, ну, есть спрос, и те же, условно говоря, вот эти вот даже трудовые мигранты из Украины, из Грузии, которые приезжают, чтобы просто поработать, на стройках там прочее, тоже есть работа для них. То есть, нет такого, что они не нужны, да, то есть, есть куча вакансий, поэтому, ну, пока что выигрываю, выигрываю точку зрения, что нужно их пускать, в смысле, нас пускать там, вот всех этих людей пускать в таком духе, поэтому, да, я не думаю, что, ну, но при этом я абсолютно нормально отношусь, что люди пытаются в этом думать, вот. Ну, да. Все. Да, я думаю, что все, приезжайте, выговори. Выговори работайте. Я так считаю, что я, допустим, я не могу быть хорошим евреем, что они не евреи, у меня нет связи, я не хочу бы становиться хорошим евреем, мне вообще плевать. Я считаю, что национальная идентичность уже должна постепенно отходить в прошлое. Да, религиозная. Ну, да. Мои гибриды. Вот. Я хочу и могу быть хорошим взрослым, то есть, я хочу пользоваться благами, которые Израиль построил за это время, то есть, типа... Море. Пляж. Ну, да. Море, пляж, политическая система, социальное страхование, вот Маша будет сейчас полгода получать страховку, в смысле, за... Ну, за наши налоги, конечно. Офигенно, я 4 года. Работала вообще-то. Да, да, да. Даже не больше. Маша, Маша, работала, теперь может полгодика получать, сколько там, 80% зарплаты, потому что... Дивиденды. Система устроена таким образом. За это я готов работать, много работать, тоже платить налоги, то есть, я запускаю разные проекты, коммерческие, некоммерческие, то есть, ну, стараюсь быть хорошим израильтянином. Да, всё так, побольше хороших израильтян. Да, будьте хорошим израильтянином. Не плевать хорошего. Сахнут. А если вы плохие израильтяне, езжайте в Америку, пожалуйста. В Канаду. В Канаду. И лучше в Америку. Да. Трамп вас готов принять. Давайте придём к другой теме, как раз продолжение борьбы за свои права. Прошёл слух, сейчас разрабатывают проект, чтобы в Изра... Давайте сейчас немножко, предыстория небольшой. В Израиле есть только религиозные свадьбы. То есть, евреи могут жениться на евреях, вы должны быть галактические евреи, вы приходите в Равинат, они вам ставят хупу, и у вас нет вариантов, если вы, допустим, один из вас еврей галактический, а второй там по дедушке, например, или по папе, то вы не можете сыграть свадьбу в Израиле. В таких случаях люди обычно ездят за границу, то есть на Кипр, летят или ездят в другие страны. В таких случаях люди не женятся, Макс. Либо они не женятся. В случае Маши не женятся. Да, они выходят замуж. Да, людям приходится ехать за границу, оформлять там брак и приезжать в Израиль и здесь его подтверждать. То есть, здесь такие, ты приходишь на Равинат и тебе скажут, окей, всё, вы теперь муж и жена, пожалуйста, или муж и муж, или жена и жена. Вот. И сейчас разрабатывается проект, поскольку сейчас нельзя летать за границу практически никуда, кроме Сербии, и то Сербию даже закрыли. Вот. Вьетнам откроют. Греция. Греция есть. Грецию, по-моему, даже закрыли уже. Нет? Нет, у меня сейчас я видела сторис, ну, у меня все сторис летают постоянно. Вот и в Греции, как бы там всё нормально. Окей, потому что мне кажется, там страны, они то закрывают, то открывают. Сейчас я вот читал, что Вьетнам уже должны открыть на следующей неделе, так что вот можно... И Греция такая... Постоянно открытая, короче. Вот. Решили открыть, что можно будет делать свадьбы в посольствах. И вот они разговаривали с посольством Норвегии, окей, мы не против. Вот, только должно сначала правительство это дело утвердить и сказать, что окей, мы не будем в конфронтацию никакую выводить. Если они разрешат, мы не против. Вот. И это, конечно, большой шаг вперед условием того, что раньше вообще в Израиле ничего нельзя было из этого делать. То если можно будет жениться хотя бы в посольство других стран, это уже большой шаг. Но опять же, есть проблема, что если вы хотите развестись, то все равно нужно идти в равенад. То есть вы не можете развестись в посольстве Норвегии. А почему на Норвегии я упустила? Ну, просто они согласились. Ну, то есть я думаю, что они с разными могли поговорить, но, видимо, с Норвегами был прочт. Да, я помню, там и Дания, ну, то есть какие-то представители запасных стран, более, скажем так, демократических, лояльных. То есть я думаю, что они пришли в посольство России, там будет чуть сложнее. Это вообще невозможно, я думаю, да. И посольство собирает свои вещи все. И просто больше нет посольства России в Израиле. Мы не будем женить геев. Кого женить геев, а мы поехали. Да, да. Пожалуйста. Вот ключи от офиса. Удачи вам. Они приедут в церковь, которую им отдали. Вот туда. В общем, это большой шаг. Даже поддержали все левые организации типа «Свободного Израиля». Все сказали, что это отличная идея, но все еще есть куда стремиться. И все равно большой шаг. Я надеюсь, что этот закон как-то примут. Пролоббируют, что можно будет хотя бы гражданам Израиля воспользоваться своим правом каким-то базовым. это выйти замуж и жениться. Да, я хотела вообще добавить. Как-то надо быть связанным с Норвегией, лететь в Норвегию, там ледовый месяц. Ты просто регистрируешься в Норвегии, платишь какие-то деньги за это, то, что приходишь, и они тебя расписывают. Просто ставишь там, что ты типа на территории Норвегии. А там раввин или священник это подписывает? Мне кажется, там бюрократик. Да, это как ЗАГС в российском. То есть просто госчиновник. Да, чиновник стоит, ставите на печать, что это типа как на территории Норвегии, что ты свадьбу провела. Скажешь, что я женилась в Норвегии. Вы готовы взять Машу в жены? Нет. Никто не спрашивает? Там просто ты подписываешь бумажки. Офигенно. Просто нужно подписать бумажки. Просто когда меньше обдумаешь, что эти вопросы, они наводят на сомнения. Вы готовы взять Машу в жены и пойти в рейд на Британию? Я хотел сказать, что кроме, скажем, неколофических евреев есть еще куча людей в Израиле, которые в принципе не любят раввинов, не любят иудаизм и не хотят идти жениться к раввинам. То есть при том, что они полностью, полностью евреи. Я такого человека точно знаю и он говорит, что вот, мол, меня это вообще бесит, потому что тогда я найду себе женщину наконец-то, то мне типа нужно идти к раввинам, а я их ненавижу. И что мне делать? Мне придется ехать жениться на Кипр, потому что я полностью израильтянин, коренной, сродился и типа да, я еврей, но меня эта вся ситуация раздражает, конечно. Гражданские браки это один из больших таких вещей, особенно как перед выборами все это лоббируют левые партии. Но, к сожалению, ничего никуда не движется и вот возможно впервые лет за 10 у нас будет какая-то сподвижка на этом фронте. Ну да. Эти законы всегда опять-таки тоже вопрос харидим, то есть пока харидим в правительстве вряд ли у нас будут в партии. То есть и это вот тоже на самом деле мысли, которые я вынес из стрима, ну в принципе и раньше я думал. Ну то есть не то, что виноваты харидим в этом. То есть сами все люди, они живут как жили, они-то что вы хотите, но то, что у нас правительство только харидим и не могут договориться без них. То есть вот это причина. То есть виноват никто не огут. Все, отлично. Мы нашли виновного, можем выключать. Спасибо за внимание. Давай, у нас еще несколько новостей есть. Давай, Лев, расскажи нам, что интересного в музеях происходит. в музеях? Ну или в музеях. Ничего не происходит. Короче, друзья, в Израиле есть музей Яд Вашем, это музей Холокоста. Очень клевый музей. Если вы не были интерактивны, он очень хорошо сделан. Чисто как он рассказывает, он рассказывает историю катастроф еврейского народа и рассказывает ее потрясающе. То есть ну в плане реально он не очень ангажирован, то есть скажем так, он рассказывает историю. То есть я ожидал, что я приду туда и там у меня будет такая слезовыжималка какая-то. Я там нету. Это просто рассказ истории от того, что было до Холокоста, как он развивался. Поднимаются самые разные вопросы в стиле почему евреи не уехали из Европы, потому что там закрыли границы. То есть ну всякие разные вопросы. Отвечает на вопросы, да? Отвечает на реально на большинство вопросов. Его невозможно за один проход весь послушать, скорее всего, потому что там слишком много информации. Очень клевый музей. Я провожу всех из моих знакомых туда приезжает, просто чтобы они пережили Холокост. Да не, ну чтобы они послушали. Это реально клево. Хороший музей. События страшные. Пережить Холокост можно будет Крыжановского музея, который он построит. И вот это будет точный экспириенс. По миру, да. Ну вот. И короче, у этого музея был директор с 93-го года, бессменный. Я забыл, как его зовут, но неважно, вы тоже забудете, если вы услышите. Он хранил вот этот статус музея, кто более-менее нейтральный. То есть и, ну грубо говоря, кроме того, что это еще и просто музей, да, Ядвашем делал кучу исследовательской работы. Они искали родственников тех, кто погиб, искали историю тех людей. То есть это вообще их миссия. То есть у них есть последняя комната в этом музее. Это огромная комната с кучей папок таких, в которых содержатся дела вот этих самых евреев, которые, ну, которых они нашли и судьбы их истории и прочее. Это очень клевое место. Ну, в смысле, очень. И сейчас у них, их директор из-за его желания пойти на пенсию, ну, реально он уже 20, нет, сколько там, 17 лет получил. Нет, 27 лет он, 27 лет директор музея. То есть и нужно ему искать замену. И Незаньягу, и Зеев Элькин, это как раз министр, в виде которого я за душем находится, они предложили на это дело какого-то основного военного, имя которого я забыл. Извините, пожалуйста, я плохой ведущий, очень плохой ведущий. И сегодня еще будет признание по этому поводу. Ну, короче, суть в том, что это ангажированный такой поселенческий чувак. То есть человек, который поддерживает поселенческое движение и очень такой правый. То есть, ну, в смысле, с четкой повесткой, скажем так. И, ну, проблема в том, что мы, конечно, не знаем, как он будет завести на посту директора музея, но он может реально добавить какой-то туда повестки. То есть вместо того, чтобы просто рассказать историю, ядошами могут появляться какие-то более ангажированные вещи, которые будут там... Посмотрите на арабов, они почти как нацисты. Ну, я не думаю, что так, в смысле, так это прям прям вряд ли, да. Но могут быть какие-то вещи, которые будут именно больше националистические какие-то вещи, скажем так, появляться там. Это опасность. Поэтому, естественно, много людей выступили против, всякие разные, опять-таки, левые организации выступили против. Ну, просто хотелось бы более академического человека туда поставить, а не политика. То есть, собственно говоря, вопрос в том, что зачем нам ставить в голове музея политика, которая есть... Ну, вот, зачем? То есть давайте поставим историка. У историка тоже может быть какая-то адженда. Ну, у людей нет такого, что люди беспрестрастны. Лучше брать больше профессионала в данной сфере. Ну, вот, да. То есть, ну, и сейчас это вопрос обсуждается, интересно пропихнуть, не пропихнуть. В общем, будем думать, смотреть на это дело. Давайте перейдем к рубрике Культ Просвет. Да, я должен признаться, я очень плоховедущий. Я опять не посмотрел фильм, потому что я дебил. То есть, в этот раз я просто подумал, что его нету в интернете, и все. И не спросил Машу и Макса об этом. Да, я просто... Я сам думал спросить, где найти этот фильм, а потом почитал наш чат, и Маша все скинула. Потому что Маша отличный ведущий. Маша отличный ведущий. Да, Маша сходила на ту лекцию, которую два раза я сказала в подкасте, что вот на лекции... Ну, как маленькая лекция, плюс показан онлайн-фильм. А в итоге я, ну, пришла на нее в Zoom, да, и они отменили показ и оставили только лекцию. Вот, ну, и поэтому... Обсуждение после фильма без фильма. Да, мы договаривались, что мы будем смотреть документальный фильм про Йону Волох, поэтессу израильскую. И в итоге я не нашла в доступе документальный фильм, но нашла второй фильм, который я упоминала про него, который художественный. То есть я лично предпочитаю больше про таких личностей смотреть документальные фильмы, чтобы видеть, как они выглядели, там всякая хроника интересная, слушать голос, ну, круче, мне кажется. Но, в общем, все равно «Майма-тоши-майма» по-украински. В общем, есть. Есть, надо привести. Есть, что есть. Да, что есть, то есть. Классно, вы молодцы. Да, и посмотрели, значит, художественный фильм. В общем, ну, фильм как бы просто рассказывает о ее непростой жизни, в общем, то, как человек пытается добиться достаточно шовинистическом таком мире каких-то какого-то успеха, то есть где, если ты поэтесса, все литературные критики это мужчины, и, в общем, пока ты не разденешься, они не очень хотят тебя печатать, скажем так, или что-нибудь подобного рода. Да, там много женских голых тел. Лев. Да, ну, это правда. Да, и рассказывается про ее бунтарский такой образ жизни, но, к сожалению, связанный с травмами определенными, то есть она в детстве, ее отец погибает в войне за независимость, и вот эта травма преследует ее, в общем, всю жизнь, и пронизана также в ее творчестве, и, в общем, также она попадает в психиатрическую больницу в какой-то степени для определенного исследования, то есть, в общем, исследовать и себя, и вообще саму идею безумия, да, опишет она о многих таких разных вещах, связанных и с воспоминаниями, с потерей, ну, много рефлексий о себе, и вот, и поэтому, а как раз очень удобно, что в психиатрических больницах тестируют ЛСД, и, в общем, ЛСД открывает ей некоторые другие миры, которые, видимо, не закрывают впоследствии, и, в общем, да, вот это, есть у нее психотворение, кстати, одно я нашла про ЛСД, так что это подтвержденный факт, просто, ну, сложно говорить о художественном фильме, что там правда, а что нет, но из того, что я читала точно, то, что у нее был очень такой экспрессивный образ и стиль общения, и то, что она была бунтарка, ну, вот, как я говорила, поэтесса такая, рок-н-ролльного вида, то есть тоже какие-то наркотики, много всяких половых связей и так далее, но, тем не менее, человек, не умеющий не писать, то есть абсолютно преданный поэзии, потому что пишет постоянно и не может этого не делать, то есть, ну, как будто, если она перестанет писать, то, в общем-то, она и не живет более, и для меня это один из показателей вообще образа художника, что это правда творец, и то, что художники, выбрав себе этот путь, они не могут не творить, и даже если это ограничено с сумасшествием, но в ее случае это сумасшествие было признано в хорошем смысле, что ее поэзия, она была принята в Израиле, и были награды, и поддержка. Справку сделали, спускали, не правду справку, она лежала, второй раз еще попала туда, она добровольно легла в больницу, второй раз ее уже положили после попытки самой суицида, и только она пыталась там мамку еще прибить свою. Да, есть еще книжки, переведены, кстати, на русский язык, ее поэзии, одна из них это дела, то есть, в принципе, даже можно приобрести и в России, и в Украине, кому интересно, но мне правда нравится очень много стихотворений, потому что они правда цепляют, то есть у нее было поначалу не очень много любовной, все калирики, больше про вообще мир, то есть очень много про вот эту связь с отцом, с богом, да, и вот все это как-то в взаимодействии в ее жизни, и, ну, они правда цепляют, и мне как-то импонирует ее, в принципе, и образ, и то, ну, такой сумасшедший художник, достаточно не ново, но то, что она, как бы, ну, боролась за свое право творить и быть, ну, в этом деле как единственное возможное для нее, это, в общем, заставляет так вдохновляться и писать стихи. Я так скажу, я решил, что я посмотрел фильм на словах про другого женщины, какой-то, так что, спасибо. Ну да, она умерла, к сожалению, рано, то есть, 41 год от рака груди, то есть, тоже, ну, очень много таких тяжелых там историй в ее жизни именно связанных и с болезнями психическими, не только, и с всякими любовными похождениями. Да, я бы с радостью все-таки посмотрел документальный док, документальный фильм, так что, в общем, я, ну, я рекомендую, но я бы, честно, я бы просто предпочла бы ознакомиться с ее поэзией и посмотреть, наверное, документальный фильм, не знаю, то есть, я могу рекомендовать этот, он неплохой, он интересный, но... Ну, короче, я не читал поэзию, я ничего не знал о ее Неволах, я посмотрел художественный фильм, мне понравилось, потому что сначала я думал, что это будет очень скучно, я думал, что это больше будет ближе к документальному чего-то, будет рассказывать про ее детство, про ее жизнь, и там сразу начинаются, ну, прям какие-то действия, сразу начинается экшен, там забавные моменты, что как она находит себе любовников, просто происходит сцена, они показывают взгляд-взгляд, следующая сцена, они уже в постели, вот, действительно, с такой скоростью у нее возникают новые любовники. Я думаю, что они некоторое количество пропустили просто, нет, там иногда есть прям, вот, реально не показывают 30 секунд, вот, и все, там прям происходит знакомство, и сразу же происходит даже с женатиками, да, то есть там, но женатик, он вообще, я понял, он такой крутой, он мне очень напоминает российского актера, который играл в аритмии, не вот этот, Яценко его зовут, он очень похож на него, ладно, в общем, у нас, видимо, разные понятия крутого, вот, мне кажется, что когда ты женатик с ребенком, очень странно. Ну, я внешне имею в виду. А, хорошо, тогда ладно, тогда ок. Сохнут. В общем, фильм, мне понравился, он был интересный фильм, очень много разных, что она показана, как раз вот то, о чем ты говорила, ее тяжелая там жизнь, плюс, это, ну, я посмотрел фильм, и мне стало настолько интересно, что я открыл Википедию, почитал реально какие-то факты из ее жизни, вот, что интересно, да, она продала бунтарка, и она была, ну, у нее крыша, правда, поехала, то есть это как бы факт, потому что, когда ей поставили диагноз рак груди, она сказала, я не буду его лечить, потому что у меня есть вот это мое вдохновение, которое позволяет ей писать, оно меня вылечит от рака груди, вот, и оказалось, что вдохновение не вылечит, вот, и только спустя 3 года или 4, как ей поставили диагноз, она вдруг решила, что пора бы лечиться, но ей сказали, что поздно, батенька, в конце начал пытаться лечиться, но уже её не помогло, вот, и она умерла. Вот, и да, то есть, ну, фильм интересный, вот, рекомендуем вам посмотреть, даже если вы не знаток Юны Волоха, очень прикольно. Вот, в следующий раз мы будем смотреть фильм, который называется «Голоса за кадром». «Голоса за кадром», по-английски «Golden Voices» переводится, вот, 2019 года фильм, он про русских, там много русских актёров, русский режиссёр, вот, но он израильский, насколько я понимаю, производство, вот, и он получил награду тоже на израильских фестивалях, вот, так что если хотите, как бы, в обсуждении тоже присутствовать немного, можете заранее посмотреть, вот, мы в следующей неделе его обсудим. Это к Льву относится. Да, Лев, если ты хочешь поучаствовать в обсуждении, можешь посмотреть. Фильм, говорят, неплохой. Хорошо, я посмотрю, я буду хорошим ведущим. Ну, ладно, давайте перейдём к рубрике «Культура». Маша, что интересного? Сегодня день театральных работников. У меня есть два опен-кола, про которые я бы хотела рассказать. До 12 ноября театральные режиссёры могут подать заявку для участия в некотором таком менторском курсе, скажем так, где вас поддержат и дадут денег на реализацию какой-то режиссёрской задумки. Возможно, если у вас есть пьеса или идея для постановки, то вам дорога сюда. И второй тоже опен-кол от театра камеры. Такой достаточно известный театр в Израиле. Курс, который продлится год. И он исключительно для выпускников таких факультетов, которые относятся к performing arts, то есть для актёрских, режиссёрских, сценарных. И в обоих опен-коллах важно иметь какой-то опыт театральный, или какой-то студенческий, или если вы молодой режиссёр, то хотя бы опыт работы, он необходим для этих заявок. И ещё одно мероприятие, достаточно крупное, с 12 по 14 ноября будет проходить такой фестиваль, как я люблю искусство, я делаю искусство, можно перевести. То есть обычно в рамках этого фестиваля художники по всему Тель-Авиву открывают свои студии к посещению. Около 150 художников участвуют в этом, где можно гулять по определённому маршруту по городу и заходить в гости к всяким интересным представителям искусства. И плюс также разные галереи представляют выставки, около 30 галерей по городу, что интересно, то в общем на иврите я не увидела там никаких онлайн мероприятий, и вроде как он планируется оффлайн, там есть пометка, что возможны изменения из-за коронавируса, либо они будут как-то лимитировать посещение, то есть может быть зайти в студию там нескольким людям, но обычно нет толпы, всё равно когда... Типа 10 человек максимум, чтобы... Ну да, то есть в принципе если 150 студий, и они разбросаны по районам, то есть естественно, я не думаю, что это будет создавать какие-то толпы на входе, то есть они всё-таки планируют его провести, как обычно, в таком оффлайн режиме. Ну достаточно крутое мероприятие, я обычно гуляю, до коронавируса ходила всегда на него, интересная эта штука, так что возьмите на заметку с 12 по 14 ноября. Хорошо. Спасибо. Слева. Давайте расскажу вам немножко про музыку, про музыканку, которую зовут Ор Эдри, музыканка, которая играет на басу, вот она играет во многих, во многих группах, играла до этого и помогает разным музыкантам, вот, но у неё есть ещё свой персональный проект, который так называется Ор Эдри, где она выпустила альбом несколько лет назад, сейчас она вот в 2020 году выпустила несколько синглов, очень интересных, последний вот, который мне понравился, Аль Масак называется, типа как на экране, вот, она по музыке, у неё такой какой-то, ну, можно называть это инди, она очень похожа на Омер Москович, который я когда-то, про который рассказывал несколько выпусков назад, у неё есть канал на ютубе, где она делает живые концерты, вот в период коронавируса, где она играет песни просто под бас, то есть у неё есть, она ставит какие-то там сэмплы готовые, там, немножко наигрывать что-то на синтезаторе, и плюс просто под бас поёт свои песни очень круто, то есть это редкость, обычно там делают это под гитару или под, не знаю, там под клавиши, под что-то, но она делает под бас-гитару, это звучит очень круто, очень интересно, поэтому рекомендую вам ещё зайти на её канал, посмотреть видео, кайфово, вот, так что не буду сильно затягивать, и так у нас подкаст длинный, вот, поэтому рекомендую, в конце как раз поставим её песню, Аль Масак называется, вот, все песни вы можете послушать, есть ссылка на плейлист в Spotify и плейлист в YouTube, вот, так что можете со всеми группами там ознакомиться, спасибо всем нашим патронам, огромное спасибо, да, у нас появлялась патрон, да, если хотите поддержать нас, то, пожалуйста, поддержите, ссылка, ссылочка есть в описании, вот, задавайте нам вопросы, если они у вас есть, оставляйте комментарии, если они у вас тоже есть, ставьте лайки, дизлайки, вы сами всё знаете, всё умеете, из последнего, как мы с Максимом и Яшей исследовали Машу на футболку, сегодня там, видимо, появится история про тараканов, Машина подробная, короче, не про тех тараканов, которые живут у Маши в голове, а про те, которые живут у неё в квартире, мы из Маши вытягиваем бонусный контент на Patreon, такие дела, всё так, всё так, всё, спасибо всем, всем за внимание, вот, с вами был Макс, Маша и Лев, услышимся через неделю, пока-пока, 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok